Всем доброго, здоровьтесь и приятного аппетита, что сейчас кушать с вами Юлия Мишка. Всем привет! Вот мы и вернулись замечательную игрушку под названием... Дженни Леклю. Да. Мы детектив, кто не знал, и мы будем расследовать что-то, что нам пока еще неизвестно. Ого! Рада, что такая игрушка вам понравилась, хоть и много текста. Какого? Лешего. Расследуем, кто насрал на улице. Ну и беспорядок, надо с этим разобраться. Хорошие дела для начала. У нас появилась новая задача! Так-с. Красиво на самом деле на улице. Так, давайте изучим. Где-то должно что-то интересное валяться и вывалиться. О, клочок. Так, какая-то бумажка. Что это? Пойдем заберем. Обрывок. Артуртон. Так, Дженни инстинктивно умела отделять зерна от плевел. Для неподготовленного глаза это был всего лишь обрывок старой почтовой открытки. Но для Дженни это была тайна, которую предстояло раскрыть. Интересно. Нужно не прозевать другие кусочки. Нужно внимательно расходить. Загадочная открытка. Так, скажи, что просто понравилось. Так, давай посмотрим доску. Так, на доске объявлений всегда было множество листовок, рекламных проспектов и кусочков жвачки. Как же без них? Неужели кто-то может отыскать здесь нужную информацию? Это точно. К счастью, Дженни знала полезный прием для подобных ситуаций. Мама постоянно повторяет «хороший детектив исключает посторонний шум». «Сосредоточься на деталях, и ты обретешь ясность в хаосе». Это можно и в жизни применить. Я хотел сказать, кто-нибудь заметил мужика снизу в кустах. Так. Слушай, а я не заметила. Коснитесь. Коснитесь, коснитесь. Ну, короче, она отплетает, лишнее откидывает. Ну, скорее всего, да. Удерживаем. Мистической... Так, надо зажать. Исцеление с головой. Ежемесячная встреча. Я так не успею. Ну, может быть, в конце потом появится пропавший кошка. Так. Интересно, кто-нибудь кроме меня читает эту чепуху? Да, уж тут, конечно. Я сомневаюсь. Подожди-ка, что это? Ммм, самая большая листовка. Комендантский час. О, нет, комендантский час продлили. Опять! Продлили. С девяти вечера до рассвета? Это просто смешно. А, угу. Но, необходимо. Перебои с энергоснабжением стали обычным делом в городе. Опасно бродить по улицам после наступления темноты. Хотя говорят, что не было убийств уже несколько лет. Скоро нам понадобится разрешение на то, чтобы выходить из дома. Свободу. Так, ладно. Так, это интересно. Идем дальше. Вот, я про этого мужика куста. Блин, да, 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 да. Ну, видишь, так, а тут что-то другое. Смотреть кусты. Нужно проверить. Кто там шебуршит? Эй! Эй! О, привет! О, привет! Привет, коржик! Что ты там делаешь? Ну, я подрезал кусты. Почти по-русски сказал Юля. А потом обнаружил этот лазурный жуко-ягодный куст. Обнаружил? Да эти кусты повсюду в Артуртоне. Вообще-то... Кстати, хотел сказать нам... Кое-кто из ребят сказал, что, возможно, это отсылка к Артуру Конану Дойле. Окей. Это очень редкий цветущий куст. В Артуртоне не может быть ничего редкого. Я поясню. Отсылка имеет в виду Артуртон. Да. Город. Название. Позволь не согласиться. В Артуртоне множество прекрасных экзотических растений. Еще добавлю. Это автор Шерлок Холмса, если что. Лишь через каждый делал. Так, ладно, интересно. Хотя мы не прослышали. Например. Грибы с глазами, горящими в темноте. ПВЗ? Ягоды, источающие биолюминисцентный туман. Окей. И цветы с нектаром липким, как суперклей. Где? Я никогда ничего подобного не видела. Он такой в моей галлюцинации. Походу, нанюхался. Уж поверь мне, все это действительно существует. Мне посчастливилось видеть их вблизи. Это одно из преимуществ работы в оранжерее декана... Ммм, Строзбери. Ммм, Строзбери. Хороший название. Ладно, мне пора возвращаться к работе. Нужно привести все в идеальный порядок к празднованию выхода декана на пенсию. Кто так бреет кусты вот, не скажите. Да уж. Так, у нас еще велосипеды какие-то здесь есть. Но это... А, я же могу еще бегать. Чего я мучаюсь-то? Совсем забыл. Так, пошли воробья отсюда. Вот интересно, тут еще что-то про день рождения было какое-то. Так. Вот еще доска объявлений. Но, видимо, она... Дубликат полный той. Поэтому ее даже... Тот же мужик читает там. Он видно на заднем споре. Посмотреть на знак. Весь кампус был украшен знаками и гирляндами. Вечеринка в честь предстоящей отставки декана. Да ты кэс. Как сформировали... Странно. Так. Так, с рабочим поговорим. Ого, башку там ставят кому-то. Левее. Неправильно. Широкую на широкую. Да куда ты ставишь-то? Да левее же, черт возьми. Черт возьми. Андрей, неправильно. Широкую на широкую. Какая часть слова «левее» тебе непонятно? Слева от меня или от тебя? Хороший, кстати, вопрос. Слева от меня. Естественно, я имею в виду слева от меня. С чего бы я имел в виду слева от тебя? А, кстати, вот по-моему, наоборот нужно говорить от того, кто двигается, чтобы ему сразу было понятно. То есть нужно, чтобы я передвинула ее в другую сторону? Да. Я был бы безмерно счастлив. Если ты не будешь осторожен, мы все тут забрызгаем бронзовыми мозгами. Кажется, они заняты. Пожалуй, не буду им мешать. Да уж, а то и тебе достанется. Да уж, что будет. А вот и он, да? Это декан, я так понимаю. Да-да-да. Понятно, он такой наблюдатель. Здравствуйте, мистер Строзбери. Как поживаете? Обожаемый декан университета Гумбольда. Приемный дядюшка всех горожан смеется, как Санта-Клаус. Декан был приветливым джентльменом, который обожал здороваться с прохожими за руку и целовать детей на улицах города. Кроме того, он мамин начальник. Да уж. Но, что важнее всего, он ее верный друг. Окей. Что думаешь, Дженни? Ну, пока голову не повысит. Декан посвятил свою жизнь университету Гумбольда. И местные жители не жалели средств на то, чтобы отдать ему дань уважения. Кто отдельно голову вообще ставит у статуи? Поразительное сходство, мистер Строзбери. Это стран... страшная штука, Дженни. Пенсия. Да, особенно у нас. Однако, отличный повод для вечеринки. Да уж, дождись ее сначала. Что вы будете делать, когда выйдете на пенсию, декан? Собирать пакеты. Я пытаюсь об этом не думать. Университет не будет прежним без вас. Все меняется, Дженни. Время не стоит на месте, и мы должны стараться идти в ногу. Со временем. Будет непросто, но я уверен, мы справимся. Что вы имеете в виду, говоря мы? Тебе не кажется, что они сделали мой живот слишком большим? А мне кажется, самое то. Идеально. Быть вежливой. Ну, давайте я буду вежливым. Просто неудачный ракурс, мистер Строзбери. Ах ты, мелкая подлиза. Так это мы. Ну, как бы, и к тебе относится. Ты умница, Дженни Леклю. Надо было сказать, да ты сам же делай. И говоря об этом, ты оттачивала. Просто так. Опачивала ее. Да, ты оттачивала свои навыки детектива. Я теперь знаю, как тебя этими знаками отпугивать можно теперь. От холодильника просто. Спрашиваете? Конечно, да. Я постоянно это делаю. Что ж, у меня есть для тебя задание. О, новая миссия, отлично. Спорим, ты не угадаешь, что я ел на завтрак? Пипец. Наконец-то достойный вызов для Дженни. Дьявольски сложный ребус, для решения которого ей придется напрячь все свои извилины. Так, уважайте старших. Ну, давайте. Пока что мы будем милыми. Что ж, ладно. Все, что пожелаете, мистер Строзбери. О, чудесно. Но сначала мне нужно задать вам несколько вопросов. Мы начинаем расследование наше. Надо принюхаться к нему. Так, ладно, будем искать какие-нибудь улики. Так, крошки в усах. О, крошки на этом, нет? Так, удержим, да. Пудра. А, пудра. Перхоть. Нет волос. Сахар. Сахар. Это точно не перхоть, у него нет волос. Сусок. Что-то мне подсказывает, что это сахарная пудра. Может, он не пончик? Значок. Так. Фанат номер один. Так. Декан был большим поклонником гумбольдских диверсантов. И не только потому, что его сын был важным членом команды. Завсегда даем скамьи запасных, если уж на то пошло. Так. Пуговки. Так, вон ложку видно. Ложка что-то здесь делает. Так. Вместо ручки забывчивый. Состояние стресса. Кажется, он случайно положил в карман ложку вместо ручки. Значит, он ел ложкой, да, получается? Возможно. На ней пятно от кофе. А. Он ел пончик с кофе. Все. Я разгадала это дело. А вот пятно. А вот пятно, да. И пуговицы нет. Отсутствует. Но это не влияет. А нельзя, да? Нельзя. Так, вот часы. Чистый золото. Сейчас посмотрим. Отстают почти на час. Понятно. Его часы отстают. Это не похоже на декана. Обычно он очень пунктуален. Ваши часы отстают на 45 минут. Правда? Вот так-так. Это объясняет, почему в кафе не осталось чизкейков. Да, осталось. Ну, я сегодня сам не свой. Хорошо, что ты заметила. Иначе я бы опоздал на встречу с твоей мамой. О, правда? Она мне ничего не говорила. Блин, что тут не делала. Какое-то пошло. О, ну, ты знаешь, Люк, я твой отец. Да? Ничего удивительного. А то он такой друг еще. Это очень-то... Неважно. Почти по-русски сказано. И зачем же вы встречаетесь? Просто она помогает мне подготовить все для... Вечеринки? Блин. Да, точно. Для вечеринки в честь моего выхода на пенсию. Спасибо. Да, что помогла выкрутиться. У вас все в порядке, мистер Строзбери? Конечно. Теперь дай-ка я переведу часы, пока я не забыл. Так, у нас еще сколько-то улик осталось, Витя. Или уже все? Или достаточно? А на чем мы остановились? Да, мы остановились на том, что... Что забыли. Я видел. Что вон есть пуговица. И кольцо. Ну, кольцо похоже на тот же значок. Как бы, да. А может и нет. Именно. Перстень. Куполи братства. Ипса... Короче, там что-то. Похоже на латы. Я, к сожалению, еще не освоила этот язык. Я тоже. Я тоже. Я тоже. Только эльфийский знает. Ваше кольцо выглядит очень старым. Но не бесполезно. Возьмем моего прадедушки. Он передал его моему отцу. А тот передал его мне. А когда придет время, я передам его своему сыну. Семейство Строзбурри несколько поколений занималось образованием. Что означает эта надпись? Знание само по себе сила. Гениально. Стильно. Пытливый ум. Могучая вещь, Дженни. И нет ничего важнее правды. Сам внутренний делал три короба. Вообще. Что у тебя еще есть? А теперь-то вот может можно? Может быть вот кнопочка М есть? Да. Эбрика. Отсутствующие пуговицы. На ней джем. Кровь. Ну видно, что как будто малиновый джем какой-то. Да, да, да. Или клубничный. Декан неправильно застегнул рубашку. Похоже на пятно крови. Но семена говорят о чем-то там. О другом. Да. То есть мы можем лупы еще что-то... Так, ага. Колючки какие-то. Где лазил ты? Так, он жрал малину. Для декана испачкаться в растениях было обычным делом. Слушайте, а помните нам говорил тот парень о том, что есть какие-то необычные растения у декана в саду? Кажется, на вас сегодня дополнительный груз, мистер Строзбери. Да, у меня много забот. Вообще-то я имела в виду ваши ноги. О, спасибо. Я каждый день делаю зарядку. Я хочу сказать, что-то прилипло к вашим брюкам. Что? Палится. О. Непрошенные гости. Я работал с новыми гибридными орхидеями в своей оранжерее. Они очень красивые, но листья довольно цепкие. Сейчас он складный, говорит, и быстро. Жду не дождусь, когда можно будет снова покопаться в земле. Так, что у него еще может быть такого интересного? Мы наш... Еще одна улика осталась. А вот записка может быть какая-нибудь у него там... А где записка? А, вот в этом? Да, 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 в кармашке. Давай попробуем сейчас с лупой. Да, 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 молодец. Так, да, сработало. Какая-то черкотня. Это как врачи у нас. Да, точно. Много исправления и уверенности в себе. Толстая пачка листков для заметок торчала из кармана декана. Что он держит так близко к сердцу? Ложку. Коляки-маляки, вы делали много заметок, мистер Строзбери. О, я планирую произносить речь в субботу. Почему вы столько вычеркнули? Короткая вещь. Твоя мама предложила мне быть кратким, и она права. Может, она станет потом деканом. Я, наверное, уже раз двадцать раз переписывала речь. Ну, бывает. Мне не удается подобрать нужные слова. Так что ты думаешь, Дженни? Сможешь догадаться, что я ел на завтрак? Конечно, мистер Строзбери. У меня есть все необходимое, чтобы раскрыть эту тайну. Да ладно. Так, бабочка-ложка, пуговица-рубашки. Так, ну пуговица и ложка, может быть? Ложка в кофе была. А бабочка в сахарной пуговице. А, ну бабочка и ложка тогда. Но он опоздал на чизкейк. Он точно пил кофе. Ну да. Это сто процентов. Ложку используем. Бабочку тоже. Ну она же, как это сказать? Ну давай. Ну был бы логичный, знаешь, пончик и, допустим, кофе. Пончик и, допустим, кофе. Нет. Нет. Все неправильно. Назад. Так. Интересно. Ну давай, пуговица. Эээээ, уберем. Уберем ложку, да, например? Да, 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 да. Хотя, мне кажется, и другие связи есть. Так, сейчас. Так. Выпечка. Пончик. Вкусная начинка джема. Джем на рубашке и сахарная пудра на галстуке. Улики убедительно указывают на то, что завтрак декана состоял из одного, возможно, из двух пончиков. С джемом, да? И пилом кофе. То есть мы даже ложку как бы не вплетали. Ну, странно, конечно. Что можно еще сказать? Кольцо и карманные часы, так. И значок гумбольта. Так. Часы, часы, кольцо. Слушай, а, допустим, кольцо и значок гумбольта. Вот он. У нас еще одна улика должна быть, Юль. Ну давай с часами, я не знаю. Так, ну пока вроде что-то работает. Нет. Ничего не работает. Так. Единственное только, а в чем мы ошиблись, например? Сейчас. Пусть ложка будет. Нет. Странно, что вот именно... Ах, что-то не сходится. Ладно, возможно... Такс. Пуговицы, рубашки. Неправильно застегнуты. С часами. Ну, знаешь, как бы... Мы же тут рассчитываем. Попробуем вот так. Может быть, пуговицы, часы. Может, он торопился куда-то. Да. Все признаки рассеянного человека. Да-да-да-да-да-да-да-да. Декан забыл завести карманные часы. Поступок рассеянного человека. Я просто думал связать, как бы, его... Ну, связь, это какая смысл? И так, как бы, он декан... А тут как раз то, что он неаккуратный. Угу. И рассеянный. Из-за рассеянности весь его распорядок нарушился. Это может объяснить, почему он положил в карман ложку вместо ручки. Да, только... Ну, в принципе, логично. Да. Вы съели пончик на завтрак. Да? Сейчас угадаю. Клубника-малина. Блин, так... Я думаю, что клубника. Семена похожи. Клубника. Как ты догадалась? Это было легко. Вы всегда едите пончики на завтрак. Блин. Но кое-что еще привлекло мое внимание. Да? Мне кажется, вас что-то беспокоит, мистер Строзбери. Обычно вы в воплощении точности и пунктуальности. Но сегодня у вас в кармане ложка, и ваша рубашка не до конца застегнута. Боже мой, ты настоящая леклю. Отец бы гордился тобой. Хорошо, просьбе сделано. Спасибо. Что ж, мне пора. Я встречаюсь с вашим сыном на озере. А я с твоей мамой в библиотеке. Это двойное свидание? Да уж. Как тесен мир. Слишком тесен. Идеальный маленький мир, где все на своем месте. И кому надо что-то менять? Простите? Ничего. Увидимся в субботу. О, да. До скорой встречи, Дженни Леклю. Ох, интересно. Что у нас там в журнале-то пописывается? Так, комендантский час. Ученик садовника добавилось. И декан. Зачем он встречается с мамой? Ну, явно он реально переедел свои... Обрывок к задаче поискать стальные обрывки у нас основная задача. Да-да-да-да-да. Кто звонит? Что вам нужно? Это компания Reflame. Ни капельки, ни жутка. Конечно. За свою короткую карьеру детектива Дженни научилась никогда не игнорировать звонящий телефон. Даже если он не твой. Да-да-да. Так, ответим. Алло. Самое темное время перед рассветом. Что? СиДжей, это ты? Оу, СиДжей. Самое темное время перед рассветом. Это Смоук звонит. Что опять? Это я, Дженни. Нам не обязательно это делать. Я понятия не имею, кто ты. И я не знаю никого с таким именем. Но самое темное время перед рассветом. Ладно. Лошадь-червяк. Червяк. Кто рано встает, тот червяка найдет. Хорошо. Сильный ветер дует с востока. Так, стеклянные дома бобры, естественно. Уже мой выбор. Нет худа без бобра. О, отличная фраза. Да. Превосходно. В вечернем небе полно светлячков. Пончик рассыплен. Последний пончик самый вкусный. Первый пончик с голодухи самый вкусный. Ага. Дженни, это ты? Конечно, это я. Мне надо немедленно встретиться с тобой. Ладно. Где ты хочешь встретиться? Это место подойдет. Кто ты есть? Это ее б... СиДжей. Сторонник теории заговора. Часто оказывался... Короче, все в городе знали, что СиДжей безумен. Даже опасен. Сомнительный понимание. СиДжей не леклю. Ага. Он не опасен. Он просто не принимает все как данность. Возможно, он слегка помешан на пришельцах. Но у него хотя бы есть увлечение. СиДжей и Дженни, несомненно, были снисходительны к увлечениям друг друга. Но самое главное, СиДжей воспринимал Дженни как коллегу. А не как ребенка. СиДжей, зачем все это было нужно, раз ты здесь? Осторожность не помешает. Шальной другой. Точно чокнутый. Ты уверена, что за тобой не следят? Кому надо за мной следить? Главное, в значок я вижу их. Здесь небезопасно. У нас мало времени. Ого. Шальный детский какой-то. Нас заберут пришельцы. Так, о чем ты хотела поговорить? Что? О, это ты позвонил мне. Правда? Зачем? Разговаривать с СиДжеем было, как блуждать в лабиринте. Точно. Направление было приблизительно понятно. Но доберетесь ли вы до цели, никто не знал. Я помогу тебе выяснить. Смотрю... Мы будем разбираться в дураках все. Да, все здесь немножечко шальные. О, какая волосатая грудь. Такс. Заплатка. А, вон. Этот значок. Приглашение. Сколько СиДжей. Что значит СиДжей? Сегодня твой день рождения, СиДжей. День рождения? Чей день рождения? У Кленгсона был день рождения, но Кленгсон умер в свой день рождения. Убийство по политическим мотивам? Возможно. Похищение? Почти наверняка. СиДжей. Открытка. А, это. Это тебе. Невозможный выстрел. С днем рождения. Прими мои соболезнования из отца. Умер на месте. Никаких подозреваемых, по крайней мере, среди людей. Да. Спасибо, СиДжей. Это так заботливо. Я не думала, что ты вспомнишь. Я знаю, каково это потерять того, кто важен для тебя. Теперь разорви открытку и сожги ее как можно скорее. На ней масса моих отпечатков. Да, ему уже не помочь, по-моему. Да, это тяжелый случай. Хотя, кто из нас еще безумец? Так. Так, ага. Вон, видно, что торчит тебе. Вот это как раз комендантский час. А, пришельцы среди нас. Да, да. Блин. Заправлено в носок. Неудачный тайник. Да уж. Что это торчит у тебя из носка? Вот об этом я хотел с тобой поговорить. Я перехватил тайное послание, засекреченные разведданные. Это доказательство Дженни. Это снова происходит. Пришло время и нам вступить в схватку. Так, он нужен ваш питомца. Не похоже на листовки, которые он обычно делает. Профессиональная печать. Может быть, СиДжей наконец-то наткнулся на что-то настоящее? Так, надо поворащать. Перевернуть можно. Ага, вступайте в ряды космических кадетов. Или это просто кусок коробки сухого завтрака? Коробка сухого завтрака из другого пространственно-временного континуума? Нет. Просто обычная коробка сухого завтрака. Это реклама игрушки. Но как? Что она делала в урне? Блин, я не могу. Это ужас. Ага, прости, СиДжей. В мире много великих тайн, которые ждут, чтобы их разгадали. Но это не одна из них. Дженни выяснила, зачем СиДжей связался с ней. Но кое-что еще привлекло ее внимание. Да, интересно что. Последнюю улику нужно найти. Возможно, что это значок. Может быть. Да. Ура. Компас. Нормально. Иллюминаты какие-то. Да, кстати, похоже. Так, странные символы. Кресло стекло, нуждающие тепла. Где он это нашел? Я знала, что он что-то скрывает. Компас со странными символами вместо обозначений стран света. Кажется, сломан. Где ты достал этот компас? А, ты заметила. Я знал, что ты заметишь. Он принадлежал моему отцу. Отец оставил его мне, чтобы я нашел правду. С помощью этой штуки ты ничего не найдешь. Стрелка блуждает туда-сюда. Совсем как ты. Она ищет. Что? Их. Блин, да господи. Они в этом городе, Дженни. В Артуртоне. Они здесь, среди нас. И компас тому свидетельства. Или же он просто сломан? Возможно. Думаю, мы никогда не узнаем. Какие у тебя планы? Библиотека. Исследования. Очень важные. Очень секретные. Тебя пустили обратно? Пока нет. Но теперь у меня есть кепка. Это не от солнца. Нет. Для маскировки. Блин. Я поняла, Сиджей. Что на этот раз? Опять НЛО? Контроль сознания с помощью радиовол? Глобальная коммуникационная сеть, используемая исключительно для просмотра фотографий котов? Дженни, это звучит безумно. Я просто готовлю аргументы для судебного слушания. Это по поводу того, что ты пытался загипнотизировать призового пуделя миссис Браун? Нет. Тот суд был на прошлой неделе. Этот будет в связи с тем, что я помочился в водонапорную башню. Это сурово. Сиджей, это отвратительно. И вот благодарность за то, что я спас всех жителей от контролирующих сознаний химикатов. Что ж, увидимся позже. Как Тревор, короче, скатая. Вообще. Но Сиджей уже исчез. Слушай, а может реально такая отсылка? Сиджей, я знаю, что ты прячешься за телефонной будкой. Я видела, как ты пошел в том направлении. Ну, такой, честно, никого нет. Вовсе нет. Ну, ладно, пока. До встречи. Блин, он, если честно, вообще офигенный. Угарный какой-то. Да, в жизни бы такого встретила, тут посмотрели бы какой. В жизни нет, ну а мы же в игре. Эй! О! Пока, Шарик. Черт! Сегодня уже в третий раз. Упс. Привет, Женни. Ты отлично справилась с сегодняшним делом. Так мило, что вы с мамой работаете вместе. Вот бы у меня с родителями были такие же близкие от наш... Хватит болтовни! У тебя есть что-то новое для меня? О, да! То, что на... То, что надо. Прямиком из типографии. Я еще не успела распространить их, так что можешь оставить себе. Аида и Дженни принадлежали к одному из старейших клубов Артуртона. Разношерстной группе охотников за сокровищами, коллекционеров, создателей и посредников. Известной как... Клуб любителей стикеров. Множество поколений студентов университета Гумбольта занимались тем, что прятали и искали стикеры по всему городу. Официально Дженни была слишком маленькой для членства в клубе. Но она самостоятельно нашла столько стикеров, что ее приняли в почетные члены. Так, хорошо. Посмотрим. Красивые ровные края, яркие цвета, хорошо клеятся. Спасибо, я их целую неделю делала. Если бы ты столько же времени тратила на учебу, то не провалилась бы на экзамене у моей мамы. Дженни подумала про себя. Это в честь предстоящего ухода декана на пенсию. Мне так грустно, что он уходит, но... Это отличный повод для изготовления новых стикеров. Тсс, точно. О, мы собираемся на грандиозную охоту за стикерами перед вечеринкой декана. Пойдем с нами. Дженни, если... Даже если бы Дженни хотела присоединиться... А я не хочу. Она знала, что вынуждена будет все выходные провести с кузиной. Спасибо, но я работаю в одиночестве. О, ладно. До встречи, Дженни. Опять шарики на месте. Как так? И опять доска. Тыры-тыры-тыры-тыры-ты. Какой большой идет. Какс. Покинуть кампус. Озеро без сознания. Одна милля. Эх ты, туда одну миллю-то шарахаться. Нормоз. Ну ладно. Ты же в комнату полезно ходил. Да уж. Это мы как раз... Стой! Чего тебе нужно? Или это они там друг друга орут? А, наконец-то. Прекрасно, держи ее. По-моему, не очень. Ладно, отпускай. Ну это же было очевидно. Это знак. Боже мой. Это было опасно. Гонглок его прям. Даже цвет такой. Так, ладно. Наемный детектив. Дженни все лето копила деньги, чтобы дать объявление в местную газету. Но на него никто не отзывался. Но теперь... Каким будет это новое дело? Ее возбужденное воображение рисовало перспективы. И вот она помогла маме в университете Гумбольта и поспешила к причалу на озере Нигде для встречи с новым клиентом, чтобы раскрыть еще одно захватывающее дело. Однако. Нигде. Вообще. Где встречаемся? Куда? Да, где встречаемся? Нигде. Ты где? Нигде. Ладно. Какая-то адская. Приближайся к опушке леса. Дженни услышала странный неожиданный звук. Да, Миша, теперь твоя очередь. Все, мне хвастит. Какого? Эй, парень! Мы не парень. Он, она ему. Смотри, куда идешь. Нет, это он нам сказал. А-а-а. Да пошел ты! Твой ключ чуть не раскроил мне череп. О, нет. Он же не сломался? Ключ или череп? Пошел. Это мой счастливый ключ. Куда-нибудь в озеро этот ключ. Ага. К счастью, он меня не убил. Когда вы закончите... Когда вы закончите эту мундер... Мундернизацию. Мундернизацию. Послушай, девчушка, я просто иду, куда мне говорят. Каждую ночь случается новый скачок напряжения. Каждое утро новый участок электросети сгорает. И вот я здесь, чиню его. И кто говорит мне спасибо? Окей. Никто. В чем причины перебоя? Перехват был. В данный момент маленькая рыжая девочка. Брось-ка мне ключ, девчушка. Прямо в харю. Да, сейчас мы бросим. Хотелось как бы... Давай-ка доколебемся до него. Кажется, у меня есть все, что нужно. Скажите, в чем именно причина этих постоянных ремонтов? Помимо некачественной работы. Эй, мы тут пупки надрываем, чтобы у вас был свет. Эти линии должны исправно работать десятилетиями, но они перегорают через несколько недель. Это очень странно. Ну, да ладно. Брось мне ключ. Только осторожнее. Это фамильная ценность. Хм, возможно, кто-то проводит какие-то супер-опыты или пытается воскресить Фрункенштейна. Ну а что... Походу, я превращаюсь в того чел. Но что может потреблять столько мощности? Хватит пытать меня, девчушка. Артуртон, маленький городок. Шахты практически закрыты. Что же это может быть? Кто-то должен же что-то там знать. Да, я знаю только, что на сегодня у меня еще три наряда. И ни один из них я не выполню без своего ключа. Так может, ты вернешь его мне? Ну и ладно, меня ждет добыча покрупнее. Блин, я бы не кидал. Спасибо, дружок. Недовольно, дружок. Ладно, побежали далее. О, что-то мы можем, типа, смотреть. Да, Миш, смотри, разбитый забор. Ну, я как-то не придал этому значения. Ну, не, за... Стой. Не забор. Дерево. Обрывок. О! Вот попробуй. Ну, это снизу было видно. Что лупу нужно было включить. Так, ну здесь это мы идем дальше. Расчехлить. Ух ты, как красиво. Выйдя из темного леса, Дженни увидел озеро, спокойная гладь которого отражала теплые лучи солнца. И рядом с ним нечто еще более спокойное. Кит Астросбери. Понятно. Давай, кит, танцуй, как король боб-музыки. Не слишком крути бедрами. О, кит, что ты делаешь? Не все это замечали, но Дженни знала, что кит особенный. Ну да, он просто счастлив быть собой. Казалось, ничто не могло вывести его из равновесия. Даже если нужно было танцевать в дурацком костюме за доллар в час. Но Дженни не была такой невозмутимой. Не в тех случаях, когда нужно вступиться за друга. Особенно за единственного друга. А ты что там ржете? Псы. Так, у нас нужно внимательно смотреть, вдруг что-то еще здесь есть. Пойдем разберемся. Думаю, достаточно боб-танцев на сегодня. Как считаешь? Привет, Дженни. Здравствуй, Сьюзан. Вообще-то, лучше зови меня Сьюзи. Эм. Потешаешься, пока другие зарабатывают на жизнь, Сьюзан? Не у всех столько денег, как у твоего отца. О! Здорово. Дженни, привет! Раздохнуть, как червяк. Вообще. С индикана, если что. Да, мы уже знаем. Высокий и красивый, с проницательными и загадочными глазами. Его вторым именем должно было быть спокойный. А не Тарквиней. Но Гид был настолько спокоен, что его это не смущало. Да, не минуту. Я как раз заканчиваю. Конечно. Не буду мешать твоей работе. Моя смена заканчивается. Через 15 минут, знаю. Я рано. Я встречаюсь с клиентом в порту. За это дело мне заплатят. Наверное, что-то... А, наверное, что-то крупное. Действительно крупное. Но вряд ли больше ее головы. Вот это да. Это действительно... Впечатляет? Возможно. Все, что меня заводит, защищать город от преступлений. Единственное преступление здесь, это твоя прическа. Чем она лучше плоха? Вернусь через минуту, Кит. Я наваляю ему. Мне, как обычно... Так. Консерватор, сладкоежка. А что это значит? Мне просто интересно. Простой и горячий. Без изысков. Кофе. Хорошо, но неплохо. Получи. Или напиток, да, кофе. Походу, да. Ну, я думаю, что можно будет потом дойти уже до места встречи с нашим клиентом. Да. Это уже будет новая веха и новая серия. Если, конечно же, вы поддержите, ребят. Не забывайте поставить лайкос, и тогда серия как можно раньше выйдет. На этом все. Всем хорошего настроения. Всем пока. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!